Итак, SCP-4634. Out of Order. Класс аномалии Архонт. Объекты с подобным классом вполне себе можно поставить на содержание, однако делать этого ни в коем случае не стоит. Особые условия содержания. Экземпляры SCP-4634 с 1 по 128 хранятся в архиве аномальных материалов Зоны 90, наряду с информацией относительно инцидента 4634-002. Мы еще обязательно вернемся к этому инциденту. Экземпляры же со 129 по 256 в данный момент находятся под наблюдением в их соответствующих местах обнаружения. Где, возможно, места были изолированы с помощью переборок, используемых при содержании объектов в фонде. Также сами объекты поставлены под постоянную охрану. Категорически запрещается изъятие любых документов из этих мест, будь то SCP-4634 или нет. Описание. SCP-4634 – это 256 знаков не работает. Все экземпляры сделаны из бумаги, а информация на них зависит от места их размещения. Содержание экземпляра SCP-4634, установленного на двери того или иного помещения, меняется, имитируя уже существующие знаки схожего характера. Если такового существовавшего ранее обозначения не существует, экземпляр попытается соответствовать географическим, культурным и концептуальным нормам его окружения. Однако, совсем неизвестно, каким образом объект анализирует эти нормы, равно как и объем задействованных аналитических способностей. Экземпляр будет поддерживать предоставленную форму до тех пор, пока не будет размещен у другого подходящего входа. Любое относительно закрытое трехмерное пространство, субъективно определенное человеческим восприятием, иначе говоря, комната, к входу которой размещен экземпляр SCP-4634, утрачивает всякую способность соответствовать поставленной цели. Специфика этого эффекта широко варьируется и, как в случае с определенным словом «комната», действует по принципу полуинтуитивной внутренней логики. Да, важное уточнение – размещение сразу нескольких экземпляров не влияет на результат. Размещение SCP-4634 у свободно стоящего дверного прохода или у внутренней стороны двери, ведущей наружу, не оказывает никакого воздействия. По крайней мере, так считали до инцидента 4634-002. Однако до приложения 002 мы еще дойдем. Прежде, мы должны оценить приложение 001. Это сокращенный журнал экспериментов. Там довольно наглядно изображены свойства самого объекта. Итак, «комната» – это опытная кулинария номер 7 кулинарного отдела. Эффект. Все механические части приборов сплавились на месте, утратив былую подвижность. Столовые приборы исказились и скрутились до неузнаваемости, а все твердые столешницы и разделочные доски обрели мягкую, гибкую форму и несколько клейкую поверхность. Спустя час в помещение был введен D-40014 вместе с небольшим количеством фруктов и овощей. Ему было поручено приготовить еду, однако это было невозможно сделать из-за быстрого гниения всех съедобных продуктов. Само собой, ко входной двери этой кухни был приклеен один из экземпляров SCP-4634. Комната – жилой номер S90-R105. Эффект. Ножки кровати отвалились, а пружинки в матрасе разжались, проникая сквозь тканевую подкладку. Комоты гардероб развалились, при этом отдельные компоненты деформировались так, что повторная сборка оказалась невозможной. Яркость светильников увеличивалась на три порядка, а выключить их не представлялось возможным. Все тот же D-40014 предоставили повязку на глаза и защитный убор, после чего приказали поспать на полу комнаты. Как только он вошел, активировалась система пожаротушения, разбрызгивая большие объемы расплавленной меди. Больше D-40014 не фигурирует в экспериментах, связанных вообще с чем-либо. Шутка-шутка. Д-000014 выжил. Комната. Усиленная камера содержания S90A03. Эффект. Содержимое комнаты мгновенно переместилось на 64 метра к северу. Все объекты, внесенные в комнату, переместились аналогичным образом. Комната. Все та же усиленная камера содержания S90A03. Эффект. Были проведены дальнейшие тесты, а камера была определена как потенциальный способ мгновенной транспортировки. Первый тест, имеющий отношение к этой цели, был проведен при участии нашего старого доброго знакомого, D-40014. После входа в комнату, D-40014 переместился на 64 метра к северу, как и ожидалось. Однако его кожа и нервная система переместились на 64 метра к югу. Тест был окончен, и экземпляр SCP-4634 был снят. Ну, а тут шуток уже не будет. Комната. Специально построенная комната, не имеющая конкретного предназначения. Эффект. Тесты не могут быть выполненными. Примечания ограничиваются 128 символами. Вот теперь приложение 2. Обнаружение и инцидент 46-34-002. Все найденные к нашему времени экземпляры SCP-4634 изначально были расположены внутри 128 огромных каменных монументов, расположенных случайным образом по всей поверхности Земли. У каждого из монументов располагалась дверь, ведущая во внутреннее помещение с каменным возвышением непонятного предназначения. И на внутренней стороне каждой из этих дверей был расположен идентичный экземпляр SCP-4634 на неизвестном языке. Поскольку снятие экземпляров не понесло никаких первоначальных эффектов, они были изъяты без происшествий. 6 декабря 1994 года в 3 часа ночи 44 минуты по местному времени SCP-4634-128 был извлечен из монумента в океаническом желобе Пьюисегюр и снят со внутренней стороны двери. В течение следующих нескольких часов наблюдались крупномасштабные аномальные эффекты. В 3 часа ночи 46 минут все астрономические тела вышли на круговые орбиты с перпендикулярными осами вращения. Через минуту поезд астероидов слился в одно кольцо с однородной плотностью. В 3.59 все звезды разместились по галактике равномерной сетчатой структурой. В 5 утра все соединения кремния обратились в шестигранные фрактальные узоры длиной до нескольких километров. В 5.59 расположение соединений углерода изменилось, превратившись в квадратные фрактальные узоры длиной до нескольких сотен километров. В 8.40 все объединения инертных газов обратились в низкотемпературные кристаллические структуры. В 10.16 наступила смерть всего живого. Результирующий сценарий онтологического сдвига класса О0 продолжился в течение неустановленного отрезка времени, после чего материализовалось еще 128 монументов с еще 128 экземплярами. И все изменения обратились. Никаких следов этого инцидента не было найдено в нашей реальности. Представленная тут информация выведена на основе данных изолированных зон мониторинга и учреждений DeepWell. Также внутри каждого нового монумента присутствует другой, не аномальный документ на том самом языке, что и первоначальный экземпляр SCP-4634. На вид он написан более поспешно, чем его аномальный аналог. Как и в случае с первоначальными экземплярами SCP-4634, они все еще не переведены. План постановки на содержание SCP-4634 был отменен вскоре после этого. И в настоящее время никаких планов по его восстановлению не действует. Считается, что в наилучших интересах Фонда Вселенная в целом должна оставаться нефункциональной. Ох, да. Ладно. Кажется, у нас еще осталось эфирное время. Странно. Вроде я ничего не забыл. Вроде нет. Ну уж ладно. Давайте-ка, дорогие коллеги, повоображируем. Куда б можно было шлепнуть такую наклеечку? Хм. В жизни полевого агента десяток таких точно бы пригодился. Вы, вы только представьте. Решила, значит, от тебя заживать какая-нибудь дрянь, а ты ей хлоп по щечке. И все. Ротовая полость — наше условное трехмерное пространство — больше не в состоянии обращать старательных сотрудников Фонда в фарш. О, а вот еще. Представьте, как расстроятся сектанты, когда их очередная машина судного дня навернется. Навернется банально из-за какой-нибудь наклеечки. Конечно, навряд ли это сработает. Все же, нужно понятие комнаты. Ладно, что-то я слишком много думаю. Бахну-ка одну себе на лоб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова